Еще раз доброе утро, еще раз я представляю нашего гостя, но сегодня в гостях Сергей Выходцев, тот самый человек, который придумал инвайт Быстров Веллы, вам наверняка уже не безызвестная. Это не единственный проект, которым он занимается сейчас вместе со своими партнерами. Мы говорим о начинающемся эко-курорте в районе Байкала. Я до паузы задала вопрос. Есть ли на памяти нашего сегодняшнего гостя хоть один пример, когда в девственно чистом месте строится курорт любой, и после этого это девственно чистое место остается таковым быть? Или все просто уничтожится? Все как обычно в исполнении, благими помыслами уста на дорогу в ад, я в общем все это слышал, определенный скептиз в этом направлении происходит, как бы красной нитью проходит через весь проект. Я призываю стать реалистами. Что сегодня предстоит Байкалу через 5-10 максимум лет? Слишком большое количество полезных ископаемых сконцентрировано в Бурятии и в Иркутской области. Большие массивы леса. А. Абсолютно необученное население, замотивированное на какие-то природоохранные функции, при этом уровень знаний и образования крайне низкий. Все, кто имел это, покинули территорию, она была брошена последние 15 лет. Соответственно, собирая воедино реалистичную картину перспектив Байкала, мы имеем природную полезные ископаемые, большой объем населения, с которым нужно что-то делать. Собираем ее, получаем картину предельно простую. Добыча полезных ископаемых и экспорт их на рынки. То есть просто все вырубят и выкачают? Ну, это то, что мы наблюдаем сегодня на самом деле. То есть эшелоны с лесом байкальским, если вы постоите на стороне БАМа, либо на Трансибе, это бесконечный поток их идет. Сейчас еще к этому серьезно рассматривается вопрос об открытии целых месторождений. Они были законсервированы благодаря тому, что Байкал являлся местом всемирного наследия ЮНЕСКО. И добыча полезных ископаемых запрещена. Но сейчас это все начинает под огромным прессом, экономическим прессом все это расползаться. Людей нужно кормить, старикам нужно платить пенсию, детей нужно учить в школах, больницы должны начать наконец получать финансирование. У правительства объективно этих денег нет в бюджете. Соответственно, с этим что-то нужно делать. Вот что с этим можно сделать? То есть, по-вашему, самый безболезненный вариант это создание курорта, природоохранную зону вокруг этого и качать деньги вот таким способом, более-менее безболезненным. Я реалист. Значит, один из наших проектов связан с альтернативной энергетикой. Мы много времени, много сил и денег истратили на то, чтобы посмотреть на рынок сегодня топлива из разных источников возобновляемых. Там первое поколение были кукуруза, потом шла соя, потом шел рапс. И вот эти поколения биодизеля и биотоплива привели нас к тому, что сейчас наш проект в Калифорнии занимается тем, что производит дизельное топливо из водорослей. То есть, у нас специальные определенные виды водорослей, которые мы выращиваем, выжимаем масло, масло с помощью метанола превращаем в биодизель. А выращиваете с искусственным способом или... Да, в аквариумах. Больших 6 тонн. То есть, это уже ферма такие, да? Ферма, да, 6 тонн аквариум, в котором мы 24 часа в сутки плодим, размножаем водоросли, из которых также непрерывно выжимаем практически солярку для бензобаков. И это сейчас самый кайфовый, самый такой секси-сегмент в рынке, где больше всего крутится денег, альтернативная энергетика. То есть, мы имеем ветрогенерации, большая сегодня в мире много тысяч ватт генерируется силой ветра, солнцем. Сейчас биодизель пошел из растительных материалов. Все серьезные передовые программы компании смотрят на рынок выброса в атмосферу CO2. То есть, сегодня Земля находится в очень тяжелой ситуации с точки зрения глобального потепления. При этом источник, первопричина глобального потепления людям несведущим мало понятен. Связь очень простая. Чем больше мы добываем угля, нефти, газа, то есть углеводородов, сжигаем их, тем больше в атмосферу выделяем CO2, который в атмосфере не было исторически. То есть, углерод, находящийся под землей, мы его достаем на поверхность, сжигаем, то есть смешиваем с кислородом, получаем CO2. CO2 нам дает пленку, парниковый эффект. Вас не смущает, что данные о парниковом эффекте, вообще о глобальном потеплении, они слишком уж какие-то противоречивые? Я не думаю, что нам надо для цели этой программы погружаться так глубоко. Могу сказать одно. Меня абсолютно смущает следующее, что последние 15 лет мы разогреваем объективно нашу землю на 0,2 градуса в среднем. Еще нам впереди светит 2,6 градусов текущего момента, после чего точка называется безвозвратности. То есть, дальше начинаются циклоны, ураганы, смерчи, цунами, которые не как сейчас происходят довольно часто в нашей жизни, а перманентно. Разворот гольфстрима и все остальные достаточно неприятные штуки. Поэтому, смотря на эту ситуацию, я задаю себе простой конкретный вопрос. Что я могу сделать, чтобы этого не произошло? Получается, простая история, дать возможность местному населению спокойно жить, не трогая очередные залежи полиметаллических руд там в районе Холоднинского месторождения. Одно из крупнейших в мире. Это мы сейчас возвращаемся к Байкалу. Байкал, да, полиметаллов, которые и так, и так возвращаются к этому вопросу. Если я кладу на чашу весов Холоднинское месторождение, подчеркиваю, крупнейшее в мире сейчас, находящееся на расстоянии меньше 200 км от Байкала, и ставлю реалистичный сценарий о том, что будет с Байкалом, если мы откроем это месторождение, этот ящик Пандоры, проведем вскрытие. Это свинец, это цинк, это еще целый ряд тяжелых металлов, которые обязательно с водой попадут в Байкал. Мы имеем перспективу максимум 15-20 лет для того, чтобы озеро с севера погибло так, как оно потихонечку начинает погибать с юга из-за ЦБК. Какую альтернативную модель, бизнес-модель мы можем предложить? Несомненно, эко-курорт будет воздействовать на окружающую среду. Только слово эко означает, что все те ограничения, все те технологические прорывы, которые есть сегодня в наших руках, это в первую очередь ветрогенерация, которой сегодня на Байкале большой потенциал ветра. Плюс, мало кто знает, но в Бурятии порядка 300 дней солнца. Соответственно, мы можем генерить на солнечных панелях небольшое, но достаточное количество электрической энергии. Вот совмещая это все с технологическими нашими готовыми решениями по генерации воды на маленьких реках, по использованию прочих альтернативных источников, все те люди и технологии, которые у нас есть в других проектах, складываются в то, что этот курорт принесет озеру самую незначительную воздействие, не вред, не урон, а воздействие против того состояния, в котором оно находится сейчас. Продолжение следует...